Сенека приветствует Луцилия. Наступил декабрь. Весь город в лихорадке. Страсти к наслаждениям дана законная сила. Везде шум невиданных приготовлений. Словно есть разница между праздником и буднями. А разницы-то нет. Мне, сдается, прав был тот, кто сказал, что раньше декабрь длился месяц, а теперь весь год. Впрочем, как раз в эти дни нужно особенно строго повелевать своей душой, чтобы она удержалась от удовольствий, когда им предается весь народ. Больше стойкости в том, чтобы оставаться трезвым, когда все вокруг перепились до рвоты. Больше умеренности в том, чтобы, не смешиваясь со всеми, не выделяться и делать то же самое, что все, но иначе. Ведь праздничный день можно провести, не предаваясь излишествам. Ага, сейчас. В начале был только хаос. Не было ни небес, ни земли, ни пространства, ни времени, ни вод, ни суши. Все было смешано в одно, раздираемое изнутри себя единство до творения. Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило. Из хаоса вышли земля и небо, Гея и Уран. Их союз породил титанов. Их было всего 12. Шесть пар близнецов мужского и женского пола. Океан и Тефия, Кой и Феба, Гиперион и Тея, Епет и Фемида, Крий и Мнемазина, а также Сатурн и Опс. Это были первые боги. Но до титанов у матери земли были еще дети. Три одноглазых циклопа. Их звали Свет, Гром и Молния. И старуки, пятидесятиголовые гекатонхейры. Отец Уран в страхе от отвращения заточил своих первенцев в глубины Тартара, что вызвало гнев их матери Геи. И она подговорила своего младшего сына Сатурна оскопить отца своим серпом. Уран был унижен и низвергнут, земля и небо разлучены навечно, а Сатурн стал повелителем космоса. Но он не стал ни гуманнее, ни щедрее отца и не выпустил братьев из темницы Тартара. И разгневанная мать Земля предсказала ему, что он, как его отец, будет предан и свергнут одним из его детей. Напуганный предсказанием Сатурн решил не допустить, чтобы кто-то из его детей вырос. И он начал пожирать их сразу после рождения. От его союза с его сестрой Обс родились Нептун, Плутон, Гестия, Юнона, Церера и Юпитер. И первых пятерых Сатурн проглотил немедленно, как только они появились на свет. Шестого ребенка безутешная мать Обс скрыла и доставила на Землю, где отдала на попечение нимф на острове Крит. А Сатурну она отдала камень, завернутый в пеленки. И тот сожрал его, думая, что это его сын. Когда Юпитер стал взрослым, он вернулся, чтобы сразиться с Сатурном. Он заставил его изрыгнуть своих пятерых братьев и сестер и учредил царство новых богов на горе Олимп, распределив силы влияния над стихиями и судьбами меж своих родных братьев и сестер, а также двоюродных детей других титанов, включая Аполлона и Диану. И в знак своей победы над отцом он установил огромный камень в Делфах. Этот камень всегда облит ароматным маслом и украшен расплетенными прядями шерсти. А низвергнутый Сатурн должен был бежать. Он пересек море и оказался в стране, которой правил двуликий бог. Страна эта называлась Лациум, и жили в ней счастливые люди. И за то, что Сатурн принес им серп и умение выращивать злаки, двуликий бог Янус наградила его частью своего королевства. Сатурн женил своего сына на дочери Януса, и оттуда пошли латины. Правление Сатурна было золотым веком человечества. На земле царили мир и гармония. Людям не приходилось работать, чтобы прокормить себя, поскольку земля давала пищу в изобилии. Никто не был рабом и не имел никакой частной собственности. Но все вещи были общими для всех. Люди доживали до глубокой старости, не болея, не дряхлея. И в конце концов мирно умирали, а их духи продолжали жить в качестве хранителей их потомков. Вергилий пишет, поля не знали покоряющие дла нехозяина, проводящие межи и границы. Общие стада паслись на земле, дарующие вольно. И всем обладали свободно, никого не спросясь. Золотой век кончился, когда Прометей украл у Юпитера огонь и даровал его людям. И тот в наказание лишит их возможности существовать в беспечной лени, и на смену золотому веку придет железный век. Но люди не вымерли. Они научились ремеслам и искусством. Они начали обрабатывать землю и построили города и государства. И они возвели великий храм Сатурну, богу-пахарю, научившему их кормиться от земли. И там они поставили его статую, наполненную оливковым маслом. И круглый год держали ноги бога связанными шерстью, в ознаменовании того, что век Сатурна истек. Но раз в год наступал день, когда волею людей золотой век возвращался в Рим. И младший из титанов снова владел латинами. Это был праздник Сатурна, Сатурналии. Если оставить в покое мифологию, то, исторически говоря, традиции Сатурналии ведут свое начало от скромных крестьянских праздников, знаменующих конец сельскохозяйственного года. Все культуры, занимавшиеся земледелием, имели подобные праздники в конце осени, начале зимы. День Благодарения – это один из таких типичных сохранившихся праздников урожая. Совершенно естественно, что древнеримские земледельцы в этот день честовали Сатурна, бога пашни и смены сезонов. Вообще регулярные почитания богов структурировали жизнь римлянина, где бы он ни жил. В календаре древнего Рима, как республиканского, так и имперского, было много ежегодных фестивалей, связанных с конкретными богами. Венералия в честь Венеры в апреле, Меркуралия в честь Меркурия в мае, Нептуналия в июле и так далее. Мои подписчики на Бусти и Патреоне уже осведомлены о вакханалиях. Если вы не знаете, что это такое Бусти и Патреон, в конце этого видео я расскажу подробнее. Не забудьте, кстати, поставить лайк и подписаться на мой канал. Так вот, в эти дни проводились религиозные обряды, приносились жертвы соответствующим богам, все учреждения и бизнесы закрывались и было запрещено работать, даже рабам. Работать в праздник было святотатством. Сатурнали были одним из главных и почти наверняка самым любимым фестивалем римлян. И они отмечались очень долго, до самого разделения империи и торжества христианства. Но и после их традиции сохранились и были наполнены новым религиозным смыслом. И многие считают, что мы до сих пор, отмечая современные зимние праздники, следуем традициям Сатурнали, сами того не подозревая. Под Новый год человек отправляется в баню. Это его прекрасно характеризует. Потом он там надирается, а по случаю уже не теперь, это тоже в его пользу. А потом его как чурку кладут в самолет, и он попадает в другой город. Для начала нам нужно разобраться в том, как древние римляне ориентировались в своем календаре. Потому что для непривычного человека это целая отдельная история. Современные календари подсчитывают количество дней после первого числа каждого месяца. С первого по 28-31. А потом начинают заново. Римский же календарь подсчитывал количество дней до определенных предстоящих дат. То есть, как если бы, к примеру, 16 декабря называлось бы 15 днём перед январём, а 28 апреля – третьим днём перед первомаем. Но у римлян было ещё сложнее. Было три специальных якорных даты. В начале, в середине и примерно на первой четверти каждого месяца. Календы, иды и ноны. Календы – это первое число месяца, и от этого слова произошло слово «календарь». Иды – это 15-16, в зависимости от количества дней в месяце. А ноны, соответственно, выпадали на 5-7. Между третьей, четвёртой и четвертью месяца специального дня не было. Так вот, Сатурналий праздновали в 14-й день перед январскими календами, то есть, по-нашему, 17 декабря. Этот день был приурочен к годовщине открытия храма Сатурна на римском форуме в 497 году до н.э. Вообще, дата 17 декабря была первым днём астрологического знака Козерога – дома Сатурна. Её близость к зимнему солнцестоянию наделялась различными значениями. Сатурн был не просто богом посевов и сельского хозяйства, но и чередование сезонов как таковых, и времени в принципе. Он отождествлялся с греческим Кроносом. Когда Юлий Цезарь реформировал календарь и синхронизировал его солнечным годом, к декабрю были добавлены два дня. Но дата Сатурналии оставалась прежней. Просто они стали праздноваться за 16 дней перед календами. Но народ, разумеется, сделал правильные выводы и начал праздновать все три дня подряд, от новой до старой даты. Постепенно Сатурналии растянулись на целую неделю, и попытки последующих императоров их сократить приводили к нестойким результатам. Каждый год все жители Рима на несколько дней возвращали в свой город Золотой век, когда все нормы современной цивилизованной жизни отбрасывались, все заботы исчезали, законы были сброшены, социальные границы разрушены, и люди предавались веселью, как невинные дети Сатурна. Равные, счастливые, беспечные и очень-очень пьяные. Рассказов о праздновании Сатурналий до нас дошло немало, и они по времени разбросаны от I века до н.э. по V век н.э. Как божество сельскохозяйственного успеха, Сатурн олицетворял процветание и богатство в целом. Он был богом ресурсов и запасов. В храме Сатурна размещалась государственная казна и административный штаб квестеров, государственных чиновников, в обязанности которых входил надзор за монетным двором. Поэтому щедрость и изобилие были главной темой праздника. Другой важнейшей темой было первобытное равенство людей. Лукьян, драматург, комедиограф и основатель фантастики как литературного жанра, в своем диалоге с Сатурналий дает слово самому Сатурну, который провозглашает следующее. «В эти дни я снова принимаю власть, чтобы напомнить людям, каково жилось им при мне, когда все рождалось не сеянное, не вспаханное, и не то что колосья, а были готовыми и печеный хлеб, и мясо, когда вино текло реками, а ручьи бежали медом и молоком. А все потому, что люди тогда были добрые, золотые люди. Так вот по какой причине я на этот короткий срок принимаю правление, и вот почему повсюду веселый гам, песни, шутки и общее равенство всех, и рабов, и свободных. Потому что при мне вовсе не было рабов. Никто не должен заниматься никакими общественными или частными делами во время праздника Сатурналии, кроме тех, которые относятся к образованию, питанию и веселью. Пусть работают только мясники и кондитеры. Пусть будет равное уважение и к рабу, и к свободному, и к богатому, и к бедному. Никому не позволено гневаться, досадовать или угрожать. Пусть не будет никакого подсчета расходов. Пусть никто не считает серебро или одежду, не сочиняет и не произносит речи, если они не будут веселыми и вежливыми, произнося их в форме шутки или игры. За несколько дней до Сатурналии Рим начинал готовиться к празднованию. Город чистили, украшали, возводили временные постройки. В город стекалось много народу из ближайших районов. Многие фермеры считали своим профессиональным долгом воздать почести их главному божеству, главного храма, а также оторваться после тяжелого сезона и навестить друзей и родственников. С раннего утра 17 декабря толпы людей стекались на форум, чтобы лицезреть главные торжества. Этот день начинался с обряда в храме Сатурна, где статуи божества по этому случаю торжественно развязывали ноги, отпуская его таким образом на свободу. Священник с непокрытой головой, как это делалось древними, совершал жертвоприношение. Огромное количество быков будет заколото в жертву бога. Их потроха сожжены на жертвенниках, а их мясо пойдет на праздничное пиршество. Столы расставлялись прямо на форуме. Приготовление лакомств начиналось за несколько дней. И чем больше становилась империя, тем экстравагантнее, роскошнее, экзотичнее будут праздничные кушания. В этот день самые нищие и свободных римлян и даже рабы могут отведать блюда все остальные дни года, доступные только богачам, такие как запеченные фламинго и фаршированные не весь чем павлины. А перед началом Великого пира проводился лектистерний – ритуал, когда статуэтки богов выносили из храмов и усаживали на богато разукрашенном диване, чтобы боги могли лично присутствовать на празднике. То есть за единым столом собирались буквально все – от богов до рабов. В этот день люди освобождались от всех видов труда. Все люди, несмотря на их социальное положение и возраст. За исключением людей, работавших на праздник – от жрецов до акробатов. Школы закрывались, учреждения не работали, суды не заседали, и даже объявление войны не могло быть сделано. Жертвы и подношения богам в Сатурнале были разными и менялись в течение времени. В древние времена, когда люди еще отчетливо помнили, что одной из супруг Сатурна была Лау, «Матерь разрушения», богиня, в честь которой сжигалось оружие врагов, убитых на войне, тогда в жертву на Сатурнале приносились погибшие гладиаторы, участвовавшие в специально проводимых играх, которые спонсировались средствами сокровищницы Сатурна. Человеческие жертвы связывали Сатурна с подземным миром. Он был богом посевов, но также и смерти, и угасания. Весь круговорот времени и жизни был под его контролем. Но постепенно обычай подносить Сатурну человеческие головы сменился на подношение специальных гипсовых масок. Они назывались осцилла. Это могли быть не только маски, но и небольшие фигурки или диски с барельефами, которые подвешивали на ветвях, и они раскачивались на ветру. Отсюда пошло слово осциллограф, прибор, который записывает колебания. На самом ярким обычае Сатурна Ли было переворачивание социальной пирамиды. В честь золотого века, когда не было ни рабов, ни господ, ни начальства, ни подчиненных, в каждом доме рабы и хозяева на день менялись местами. Рабов освобождали от работы и для них закатывали великолепный пир. Иногда хозяева ели с рабами вместе, а иногда даже прислуживали им за столом. Чем более религиозной была семья, тем серьезнее в доме относились к этому обычаю. Более циничные господа могли отправить своих детей прислуживать за столом рабам, а сами ужинали отдельно. Во многих источниках утверждается, что в этот день рабы могли без страха наказания дерзить своим хозяевам и говорить им правду в лицо. Это было время свободы слова. Декабрьской свободой называл это Горацией. Разумеется, все прекрасно помнили о том, что праздник закончится и на завтра придется отвечать за свои слова. Но, по крайней мере, на один день рабы могли немного расслабиться и распустить языки. Все римляне, как свободные, так и не очень, на Сатурнале надевали коническую фетровую шапку под названием Пилеус, которая в нормальные дни метила больно отпущенника. Это как бы уравнивало всех, все были вольными людьми. Даже важные должностные лица сменяли солидную тогу на греческий синтез, нарядные праздничные туники. В обычные дни носить, которые днем было признаком дурного тона, но в Сатурнале все переворачивалось с ног на голову, и дурной тон становился почти что благочестием. Азартные игры, игры в кости, обычно или запрещенные, или, по крайней мере, неодобряемые, были официально разрешены. Играть можно было на деньги или на орехи. Безудержное переедание и пьянство были правилом, а трезвый человек – исключение. Музыка, танцы и пение, блуждание оравами по улицам и дебош продолжались всю ночь, а в годы длинных Сатурнале несколько ночей подряд. Форум превращался в площадку для артистов развлекательных жанров всех мастей – от заклинателей змей до акробатов и дам-гладиаторов в нескромных нарядах. Если вас интересует, кто все это организовывал и на чьи деньги – идилы, то есть римское городское управление, в сотрудничестве с городскими бизнесами и богатыми бенефакторами. Богатые люди, кто во что гораст, демонстрировали свою щедрость и наращивали социальный капитал. Они спонсировали развлечения для народа, закупали еду и оплачивали артистов. Нерон, к примеру, предоставлял городу на неделю бесплатных проституток. Вообще, в Сатурнале всем было принято обмениваться мелкими подарками – сигилариями. Ценные подарки, строго говоря, противоречили духу фестиваля, и поэтому люди обычно дарили всякие пустяки – свечи, таблички для письма, гребешки, копилки, чашки, ложки, статуэтки, зубочистки. Детям, конечно, дарили игрушки. Эти подарки часто сопровождались стихами, практика, подобная современным поздравительным открыткам. Церемонимейстером всего этого празднования был Сатурналициус Принцепс, правитель Сатурналий. Он выбирался по жребию, его задачей было вносить еще больше хаоса в это мероприятие. Он выкрикивал в толпу всякие нелепые приказы, типа схватить его и бросить фонтан, или раздеться до гола и петь гимны. И все должны были беспрекословно подчиняться. Это была насмешка над нормальным ходом вещей и абсолютизмом имперской власти. Однажды Марк Антоний, тот самый, который Антоний Клеопатра, перестарался с верноподданическими чувствами и отдал корону правителя Сатурналий Юлию Цезарю, на тот момент диктатору Рима. Толпа была вне себя, потому что этот титул должен был быть насмешкой над существующей властью, а не потакание ею. И Цезарь благоразумно сложил себя шутовскую корону. Все эти шалости и бесчинства сопровождались выкриками «Ио Сатурналия». Впрочем, греческое «ео» быстро исказилось и превратилось в латинское «йо». Некоторым римлянам все это казалось чересчур. Плиний описывает уединенную амфиладу комнат на своей вилле, которую он использовал в качестве убежища во время фестиваля. Там особенно хорошо во время Сатурналий, когда остальная часть дома содрогается от праздничных криков. «Я не мешаю играм моих людей, они не мешают моей работе и учебе». Синека тоже, как вы уже знаете, рекомендовал не предаваться буйству и праздновать без излишеств. Но простые люди, особенно рабы, предавались празднованию Сатурналий всей душой. Сатурналии продолжали оставаться светским и домашним праздником еще долгое время после того, как они были удалены из официального календаря. Более того, они оставили свои следы и нашли свои параллели в большом количестве средневековых и современных обычаев и праздников, приходящихся примерно на время зимнего солнцестояния. Потому что, если я дала вам ложное чувство, что Сатурналии отмечались только в Риме, только в столице, это не так. Это был праздник всей империи и отмечали его по всей Европе, по самые британские острова. Сакральная важность самых коротких дней в году, перед тем, как солнце повернет на лето, признавалась очень многими древними культурами. В Вавилонском Талмуде происхождение праздника зимнего солнцестояния описывается так. Когда первый человек, Адам, увидел, что день непрерывно сокращается, он сказал, горе мне, из-за того, что я согрешил, мир вокруг меня темнеет и возвращается к бесформенному и пустому состоянию. Это смерть, к которой приговорили меня небеса. Он решил провести восемь дней в посте и молитве. Когда он увидел зимнее солнцестояние и увидел, что день постепенно удлиняется, он сказал, таков порядок мира. Он пошел и пировал восемь дней. То есть, идея отмечать пирами и весельем факт, что день перестает укорачиваться, была вполне международной. И сразу за сутурналиями римляне отмечали день рождения бога солнца, Сол ин виктус, солнце непобежденное. Точнее, Сол родился 25 декабря, знаменуя кульминацию торжественного перевала в Новый Солнечный Год. И то, что день рождения Иисуса Христа было назначено на 25 декабря, вряд ли было совпадение. Многие предполагают, что эта дата, дата одного из самых важных христианских праздников, была выбрана, потому что, когда христианство пришло на смену религии римлян, люди уже более 500 лет отмечали дни середины декабря молитвами и торжествами, и весьма возможно, что эта дата была выбрана, чтобы облегчить новообращенным, так сказать, переход на новое расписание праздников. Из-за непосредственной близости дат традиционные обычаи Сатурнали надолго сохранились в уже христианской Западной Европе. Рождество в Средние века было временем шума, пьянства, азартных игр и переедания. Традиция выбирать правителя Сатурнали превратилась во Франции и Германии в обычаи избирать мальчика певчего епископом на день. Этот мальчик облачался в полное епископское одеяние и начинал издавать указы, очень похожие на те, что издавал Сатурнали А во многих городах Англии на Рождество избирался повелитель беспорядков. Его также называли принцем Рождества или отцом Рождества и он отвечал за веселье для взрослых, за пиры игры и хорошее настроение. И к новому времени он превратился в дарителя подарков Святого Николая или Санту Клауса. Обычай дарить подарки на Рождество напоминает традицию дарения Сигеларии, а зажигание адвенских свечей напоминает римскую традицию зажигания факелов и восковых свечей в Сатурналии. Точно так же, как в Сатурналии Рождество связано с едой, питьем, пением и хождением в гости. Это время, когда люди празднуют возвращение Солнца и пробуждение души. И я хочу заметить, что в Риме и вообще на юге Империи разница в длине дня летом и зимой не так велика и не так заметна, как на севере где-нибудь в Галии или в Британии или в Новосибирске. Так что, если вы уже готовы проститься со Старым Годом и начать ждать прибавления дня и начала новой эпохи, можете приступать прямо с ближайшего понедельника. И о Сатурнале да будет свет! Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог, вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok